Субтитры сделал DimaTorzok Отдохнул, поспал Вот, просто сейчас такие жаркие дни И когда я играю, что руки потеют Держишь джостик в руке В руках и все руки в поту Вот, и плюс Хочется выиграть побыстрее, дойти до оксида И его обогнать Поэтому хочется быстрее В общем, я вчера очень был уставший Поэтому я в итоге не смог пидстрайпа обогнать Я выключил видео, отдохнул, поспал И сейчас я спокойно сел Спокойненько, молча Не скажу, что у меня получилось с первого раза Где-то раза с третьего У меня получилось, видите, я его обогнал Просто я думал, если я буду видео записывать Я буду говорить, комментировать Меня это будет отвлекать А я сел, сосредоточился на игре Вспомнил, как я проходил трассу Когда я играл в классического крэша В оригинального на первой сонке Вот, вспомнил в некоторых местах Как делать ускорение Которое я не делал вчера Вот, и плюс я вчера Моя главная была ошибка в том, что я Шорткат использовал, где можно прыгнуть Я прыгал все время направо И в итоге я потом не долетал Там просто нужно подпрыгнуть в определенный момент На ускорителе И тогда ты полетишь вправо Я еще удивлялся, какая там огромная скорость Когда ты направо летишь Вот Но у меня потом переставало получаться Подпрыгивать туда Я все время падал И поэтому я никак не мог пидстрайпа обогнать Но сейчас я, когда его обогнал Я не использовал шорткат Я все время ехал по обычной дороге Ну что туда сложно, да, запрыгнуть Нужно в определенный момент прыгать Вот Я просто налево все время ездил по обычной дороге И, кстати, когда едешь налево Прыгаешь налево Там такая же огромная скорость тебе дается Как и справа Но вот интересно то, что Справа шорткат Пинстрайп вот этот у меня ни разу не использовал Я все время ехал налево И не падал ни разу И в итоге я ни разу не упал с трассы И в итоге я проехался И в итоге я его победил Правда, я на видео Только когда я был уже точно уверен, что я побежу В конце последнего третьего круга Я решил включить видео и начать запись Вот Потому что я вчера, вот когда ездил Когда я вчера записывал видео Я его практически обогнал Я там просто упал Поэтому он меня обогнал Стал бомбами забрасывать Вот А сейчас я никуда не падал Сейчас я ехал И плюс в некоторых местах я вспомнил То, что я когда играл в оригинального крэша Например, вот на прямой На прямой линии Когда во второй половине круга Ты после поворота направо Прямая линия такая Вот Я вспомнил то, что я на этой прямой линии Тоже делал ускорение Ну скольжение и ускорение Вот И сейчас, когда я ехал Я тоже там делал ускорение Вот Потому что на этой прямой линии Если ты едешь просто прямо То пинстрайп тебя догоняет И вчера, когда я против него Он меня как раз в той линии и догонял Но сейчас я когда, я вспомнил, что я в той линии делал ускорение, и я сейчас тоже там делал ускорение, поэтому он меня не догонял, и в итоге я оставался первым. Просто мне сложно, если бы я записывал видео, если бы я комментировал еще, говорил, просто легче сосредоточиться конкретно, когда ты просто молчишь молча. Я думаю, ладно, в принципе, нормально. Я думаю, ничего страшного, что вы не увидели полностью гонку. Но я, проще говоря, я вот в самом начале, в самом начале, на первом кругу, я его обогнал, но потом я неправильно там вошел в поворот, в итоге он меня обогнал, стал меня забрасывать бомбами. И мне в ящике, мне повезло, мне попался шарик такой синий, который ты запускаешь, он летит по трассе, и всех соперников он с трассы удаляет. Мне дали этот шарик в самом начале. В итоге, пинстрайп, когда меня стал забрасывать бомбами, я этим шариком его с трассы убрал, обогнал, и я как вот, и все, и больше я ему лидерство не уступал. Шорткат я не использовал, вниз я не прыгал. Как я вот оставался первый, так я и первый ехал, и в итоге я вот его выиграл. В общем, вот так вот было. Потому что я говорю, с любым боссом, вот даже сейчас мы с Аксидом будем сражаться, а самое главное, это в самом начале вырваться вперед, потому что если ты вперед не вырвешься, как вы видели вчера, во вчерашнем, в предыдущем видео, с пинстрайпом, если ты вперед не вырвешься, тебя будут постоянно бомбами забрасывать, и ты в итоге так не выиграешь. Ну что, давайте, сейчас должна быть нам, как они тут в ремейке добавили, заставочки новые, и сейчас у нас, по идее, должен сразу Аксид быть. Ну Аксид тоже просто сидел на летающей тарелке и говорил мне. Сейчас интересно, какую заставку они тут сделают, в ремейке. Вот сейчас сразу должен быть Аксид. К нему ехать не надо, в ремейке, в оригинале тебя сразу к нему перефигачивает. Сразу телепортирует к нему. Ну. Аксид может все делать, все, что другие боссы делают. Динамиты. То есть каждый босс может делать что-то одно. А вот, вот. Аксид может все делать, и бомбы кидать, и динамиты, и нитрон. Ну, в принципе, видите, как они сделали? Все остальные боссы, они что-то интересное делали. Но Аксид, как он в оригинале, просто сидел на летающей тарелке и тебе говорил. Так и сейчас он тут, в ремейке. То есть с ним заставку не поменяли почему-то. Вот, что-то я еще хотел сказать, сейчас забыл. А, ну вот. То есть если, например, Reaper.ru может ставить только динамиты. Папу-папу только, ну, бутылочки. Пинстрайп только бомбы может кидать. А Аксид все кидает. И бомбы, и динамиты, и нитрон ставит. И вот эти колбочки. И зеленые, и фиолетовые. Только прикол в том, что вот он их на трассу расставит. А потом он их взрывает. Сам взрывает. То есть если ты сначала их объедешь, например, как-то, то на следующем кругу он будет их постоянно взрывать. И тебя может взрывом задеть. Это так было в оригинале. Поэтому нужно вначале, как только вот, Аксиды где нужно обогнать? Вот сейчас, короче, когда мы начинаем, сейчас мы когда начинаем с ним гоняться, в оригинале он, не дожидаясь последнего сигнала светофора, заранее выезжать начинает. То есть он как бы читерит. Вот. А мы можем стартовать только когда последний сигнал светофора загорается. То есть у Аксида сразу было преимущество в оригинале. Как в ремейке, сейчас посмотрим будет. Вот. Потом в оригинале сразу, первые, когда ты начинаешь сразу гонку на его трассе, на станции Аксида, сразу небольшой заворот направо есть, а потом спуск налево. И вот именно во время этого спуска нужно его обогнать. В оригинале так было. Если ты во время этого спуска налево его не обгонишь, то все пипец. Он всю трассу будет ставить кучу динамитов, кучу нитров, бомбочки кидать. Вот. Вот именно на этом спуске. Сейчас в ремейке посмотрим. Ну, по идее, должно быть так же. Может быть, даже еще сложнее будет. Не знаю. То есть, он заранее должен старт сделать. Ну да, в оригинале он был в два раза больше. Сам Аксид и его вот эта летающая тарелка в два раза больше было, чем тут. Тут он обычного размера, как все остальные. Видите, какой маленький. Пипец вообще. Тупость. Вот сейчас он стартанет. Точно. Вот тут его сейчас нужно обогнать. Вот сейчас тут налево. Вот здесь. Вот тут обгонять его надо срочно. Я... Все. И теперь держим... И теперь линдерство. Видите, я просто знал как, поэтому мне легко было. Это я с оригинала уже. Опыт у меня есть. Он напарывается на динамит. И ниндер можно спокойно ставить ему. Ой, а тут лоха... Видите, бомбы полетели. Вот тут я лоханулся. Вот бочонки красные. Видите, он их перебрасывает. Как-то я его во время прыжка обогнал. Но это он меня обогнал вначале, потому что я лоханулся. Видите, я легко с ним. Вот тут я пропустил. Сейчас меня догонит. Хотя нет, он отстал как-то от меня. Видите, его аватарка, которая слева. В левой части экрана аватарка моя и его. Вот. Когда аватарка его зажигается красным, это значит, что он напоролся на то, что я оставил. Или на динамит, или что-то еще. И вот, когда я играл в оригинале против него, я любил переигрывать в сражении с ним постоянно. Постоянно. Я его просто обожаю. То есть я вот его обогнал, потом рестарт, потом выходил из игры и заново его обгонял. Отдельный сейв делал. Каждый раз можно загружать и переигрывать. Или просто, когда ты его обгонишь, каждого босса можно заново побеждать. В общем, я его побеждал раз и раз. Вот. И у меня была такая фишка. Сколько раз он напорится на мои взрывчатки, которые я оставлял. Я точно не помню, какой... То есть я вот так вот его обгоняю, ставлю взрывчатки на трасс. Он напарывается, напарывается. Он не всегда, правда, напарывался. Вот. И вот я считал, сколько раз он напорится. По-моему, у меня был рекорд, что он 20 раз на мои взрывчатки напарывался. Во всей гонке. По-моему. То есть я считал, вот сколько раз он напорится. Прикольно было. Ну что, продолжаем. Сейчас он один раз напоролся. Вот эта штука. Этот щит. Ну ладно, я не буду использовать его. Зато так неинтересно. Вот этот синий щит, он действует до конца гонки. Зелёный щит действует только на несколько секунд. А синий, если его не... Это я сам напоролся. Синий до конца гонки действует. Пока сам его не выключишь. Ну, динамит он сбрасывает, кстати. Динамит он сбрасывает, прыгает и сбрасывает его с себя. Видите, я специально сделал так, чтобы он меня догнал. Потому что он очень далеко как-то был. И тут я лыханулся, к стену ударился. Чё-то он как-то отстаёт. Давайте не будем на ускорителе наезжать, чтобы он поближе ко мне был. А то так уж неинтересно. Дадим ему немножко догнать меня. Видите? С ним, по-моему, легче, да? Чем с остальными боссами. Или мне легче, потому что я знаю его. И люблю. Не знаю. Видите, с первого раза. Ну, я потому что люблю его. Ха-ха-ха-ха. Ну, это заставка, как в оригинале была, когда он улетает. И сейчас его корабль улетит тоже. Я не знаю. точно блин сейчас должны быть титры и вот эта книжка с артами с разработчиками как в этом самом в оригинале было это я музыку выключил точно точно короче но это был прикол такой то есть ты можешь собрать везде все призы игру пройти на все сто процентов везде все собрать на всех трассах все призы потом еще раз оксида обогнать и тогда будет другая концовка и тогда тебе дают бонусную вот эту книжку с артами с фотками разработчиками да 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 то сейчас мы его обогнали это да 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 именно все собрать надо и потом еще раз его обогнать вот вот как он сейчас заставки говорил вот а сейчас просто всех персонажей будут показывать я пропущу да и потом тогда тебе дадут специально это скрепбук с фотками раз а сейчас дали ее должны дать ну ладно сейчас далее ой а такого не было в оригинале чтоб нам арты вот так показывали а ну это кстати вот из оригинального потому что в ремейке они сделали белые полоски по туннелю то что мне очень не понравилось слушайте интересно как это прям можно на рабочий стол поставить вот это первая трасса крышков это подиум это вот мистери кейвс который я не люблю север спидует это трубы ru вот это по-моему этот самый как его зовут колизеем слайд колизеем и днем и ночью вот это вот что а это коко парк что ли так на тигр темпл папа пирамида интересно вот такого не было в оригинале это каньон динго это был этот самый как его поляр пас тени арена вот короче все трассы dragon mind да все трассы показывают blizzard bluff это сходит ход и skyway pinstripe cortex castle ну в общем короче вот они все лаборатория инжина тут но тут кстати они странно туннель тот поменяли вообще скоростной станции оксида ну да тут тут вот это больше похоже на оригинал чем на ремейк вот эти вот арты которые они там показывают а вот это по-моему из crash nitro карт потому что это я вообще не помню да 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 вот это из crash nitro карт хотя написано city r видите просто тут они как бы все объединили вот это да по моему вот это электрон авеню называется трасса из crash nitro карт вот это подводная вот это thunderstruck одна из моих любимых карт crash nitro карт была вот это я вообще не помню это вот это было очень сложно это часовая башня в crash nitro карт это типа тени арены видите тут тоже грязь и горки вот это вот самая последняя трасса гиперспейс по и свои по моему ну скраббук он также в себя включал еще фотки разработчиков и там еще что-то по моему было интересно какой-то бонус ну чё сейчас должен открыться оксид сам оксид но именно его студент на воздушной подушке нам нужно на сто процентов пройти вот это я не уверен что я соберу все призывно что мне управление немножко неудобно хотя сейчас стал привыкал конечно немного к управлению ну вот то чего в оригинале не было в оригинале оксид так и не открывался из полной версии игры его убрали хоть ты все призы собираешь хоть ты его обгоняешь хоть ты все его рекорды на время побеждаешь в оригинале он не открывался только если ты эмулируешь игру чит-код используешь game shark взломщик кодов только тогда можно было за него играть а так в самой игре его не было но тут ведь в ремейке его сделали ну чё можно сейчас сюда заехать еще раз его обогнать ну все это основной режим приключения мы за мы мы завершили вот все остальное то что нам надо сделать это нам нужно собирать остальные все призы ну вот принципе а это гонка за кубок но для каждого кубка нам нужно по 5 жетонов собрать 5 кубков в оригинале это была темная пещера такая а тут смотрите как светло а а 4 не 5 и 4 вот красный кубок открывал не рипера ru в оригинале тут риперу уже открыт когда ты его как босса побеждаешь зеленый открывал папу папу си не открывал комода джо желтый открывал пин страйпа а фиолетовый фейк крэша открывал вот но тут у нас все боссы уже открытые поэтому интересно что же будет открываться когда мы кубки пройдем так вот это что я говорил в оригинале было три вида нет два вида правильно такой далекий и такой поближе правильно все два вида было и назад так на ричи значит я хочу вот эти трассы открыть но смотрите нам нужно 5 фиолетовых жетонов а нет 5 кубков надо и 10 на время то есть нам нужно открыть 10 любых трасс на время пройти но это легко будет потому что смотрите давайте прям с первой трассы начнем вот с этой сейчас нам да дают выбрать как в оригинале было короче реликты значит видите тут три реликта синий собрать легко да можно просто ты проехать просто вот на ну проехать и все как ты по трассе обычно едешь чтоб собрать белый нужно все ящики собрать со временем все ящики собрать потому что когда ты собираешь ящики тебе в конце бонус дают например ты пройдешь трассу за минуту тебе 10 секунд отнимут и тебя получится 50 секунд рекорд вот то есть синий синий легко желтый тоже легко потому что тоже едешь как обычно ты едешь но плюс собираешь несколько ящиков их все не все собирать необязательно но вот белый был собрать именно сложнее всего потому что нужно все ящики собира ящики были расположены на 3 ящиков которые замораживают время на одну секунду на 2 секунды и на 3 секунды ящики были расположены по центру трассы слева справа и еще были дополнительные места я любил сначала собирать по центру нет по центру я по-моему оставлял на самый конец или сначала короче я собирал на первом кругу собираешь все ящики по центру на втором кругу собираешься ящики справа на Кругу все ящики слева Ну вот, видите, да, тут 1 секунду, 2, 3 Ну тут, видите, налево или направо Давайте я попробую в секретное место заехать Вот, корабль В оригинале он тоже был, но тут ничего нету Да, и в ремейке тут тоже ничего нету Странно, никакого секрета, в оригинале тоже было пусто, странно А, могли бы уж что-то добавить Ну ладно, это я просто хотел проверить Ах, видите, я запорол прыжок Так, вот здесь ящик был, ага На корабль наехать, заехать на корабль и спрыгнуть с него Это то, ну это я пропор, да видите, потому что управлять неудобно мне здесь Блин, поэтому я промазал чисто Ну все ящики это я не соберу, но хотя бы так просто проехаться Так, можно, ага, и, видите, сюда Прыжок тогда на третьем кругу не получится, так не получится Ну это ладно Это неправильно, я сделал совершенно А, ускоритель пропустил Ну да, тут видите, как-то машина не слушается меня Так, как я хотел бы Ладно, на корабле уже ящик брать не будем Но я на золото вряд ли Вряд ли, потому что я много раз ошибся Ну да Видите, она мне показывает, сколько золотой Сколько, видите, я два ящика не собрал Если б я собрал еще два ящика Из моего рекорда вышли бы 10 секунд И мое время было бы не 1.17, а 1.07 То есть нет, у меня время 1.09 У меня было бы 1.08 Если б я все ящики собрал Ну это так было в оригинале Видите, мне пишут, что сапфир 1.17 Но когда ты в оригинале получаешь реликт Например, сапфир Тебе пишут, сколько надо до золота А сейчас мне не написали Но золото, по-моему, будет 1.10 Или 1.05 даже А платина, по-моему, 50 секунд Ну это надо проехать быстро Собрать все ящики И плюс еще тебе потом отнимут время Видите, 2 пропустил только Ну да, видите, 52 секунды Вот это как раз платиновое время Даже, по-моему, да, платиновое Я говорил 55, а тут 52 Но немножко я не помню Да, ну сейчас я просто хочу их собрать Потому что считается факт, что б ты их собрал А уж какая ценность Платиновая там или какая Это, по-моему, не особо роль играет Потому что тебе дают процент прохождения Именно за собирание Вот ты его собрал, процент увеличивается Ну странно, да, я пару раз лоханулся И на золото даже не попал Блин, ну короче, тут такая звука ступая просто Ну и заодно можно попробовать Жетон, 3 буквы надо будет найти И выиграть гонку Ну да Некоторые буквы просто так по трассе разбросаны Некоторые где-то в специальных местах Нужно куда-то запрыгнуть Или куда-то заехать Ну посмотрим Тут я не помню честно Где, где буква находится Одна, по-моему, на корабле Вот где мы заезжали на корабль И потом спрыгивали с него И брали ящик со временем Вот там будет одна буква Вторая, по-моему, ближе к финишу Сейчас посмотрим Вот сзади где-то там рядом На первом кругу ты собираешь все буквы А третья где-то здесь, по-моему Да, вот Первый круг ты собираешь все буквы А потом ты уже выигрываешь А где вторая Ну третья здесь, вот на корабле А вон она здесь висит Я ее пропустил, блин Странно, а я не помню Где другая буква, вот видите Ну ладно, это в принципе не обязательно Это просто так и для интереса По-моему, она где-то Вон она Видите? Только она находится здесь Не там на корабле А здесь вот, то есть Видите, почему На первом кругу надо собирать буквы А на втором уже выигрывать Потому что Смотрите, что сейчас получится Мы ее возьмем И мы все равно позиции потеряем И потом придется все равно догонять И я прыжок запорол Бля, вот это вот я не люблю Я в оригинале-то не мог Эти прыжки всегда делать А уж в ремейке-то тут тем более Ну ладно, короче Я не знаю Я просто буду сейчас пытаться Пытаться, у меня будет не получаться Я буду беситься Не хочу я Ладно Фиг с ним Я говорю Я просто и так потратил уже Я сколько, я говорю Я потратил и времени И нервов И дней, и ночей И специально не спал И школу прогуливал Чтоб проходить крэш И везде все собирать Затрачиваться Поэтому я уж не хочу Заново проходить Потому что Управлять неудобно И... Ладно Просто как бы поиграем И поиграем Соберем, не соберем Вот Пофеньком Ладно Просто тут, чтобы собрать Нужно обязательно запрыгнуть туда На некоторых трассах Можно просто проехать и взять А тут нужно именно собрать Вот это как раз Одна из трасс Где никуда прыгать специально не надо Никуда заезжать не надо Просто так по трассе едешь Их собираешь Вот тут легко Вот такие трассы я буду проходить А там просто специально нужно запрыгнуть Это не всегда получается Поэтому видите как Поэтому я не хочу Нет Так Соберем Не соберем Ну что, долго загружается Так Первая буква должна быть Вот тут Вот сейчас Слева И я через нее часто Да Я через нее часто Перепрыгиваю Восемь раз из десяти Я через нее буду перепрыгивать Да Так же как в оригинале По-моему Может быть прыгать не надо Если прыгаешь Если не прыгаешь То ты ее тоже пропустишь Да Видите Нет Нужно Нужно просто Почему я часто тут промахиваюсь Всегда Потому что нужно определенный прыжок сделать Определенной высоты Иначе не получится Видите Опять пропустил Это было сколько Уже три раза Три попытки О Ой Вторую букву сюда засунули Разве она тут была Ну третья на песке Надо шорткат сделать Налево Вот третья здесь будет Вот она Ну блин Это мне сейчас повезло Что я и динамит сбросил И буквы взял Это я не рассчитывал Что так получится Ну зато теперь Гонку выиграть И все Тут я смазал Очень сильно Ой Третий раз я не нажал Это я почему-то не нажал Не знаю сам Вот На время тут тоже очень легко Ну это как бы легкая трасса Еще что-то говорить Ну кстати Вот станция оксида Моя любимая трасса Ее в оригинале Считали Самой сложной И ее даже убрали Вот там можно было Вдвоем играть На одной консоли Если второй джойсик Подключаешь Но из того режима Ее убрали Потому что разработчики Ее считали Самой сложной Но для меня Она наоборот Самая легкая Не знаю Станция оксида Почему нельзя пропустить Видите он Не говорит почему-то Поздравляю Вы жетон Собрали Он говорит Пошлите вы Пошлите вы Короче нафиг Ну тут та же самая песня Сначала собираешь ящики Ну как В общем Сами Сами в принципе решайте Что для вас легче Сначала собрать ящики По центру Или сначала На левой стороне Как хотите Но я не советую Никогда так делать Собираешь сначала Ящик один Потом останавливаешь А собираешь Второй и третий Нет Останавливаться Никогда не надо Надо всегда ехать вперед Любая остановка Тебе время останавливает Даже если ты остановишься Соберешь ящики со временем Время заморозится Но в итоге Ты все равно проиграешь Никогда не надо останавливаться Запомните Никогда Ехать и собирать Вот это самая главная фишка Вот видите Из-за неудобного управления Я сейчас промазал В оригинале Я бы сделал сразу скольжение И собрал бы его Ладно Видите Не допрыгнул Ну это меня Видите Я уже рандомно Собираю просто Потому что Я лухан Ну В итоге я запутаюсь Где я собрал И где не собрал Но тут я уже Все не соберу Потому что Я пропустил много Ну ладно Хотя бы Видите Это легко Это я промахиваюсь Потому что Управлять мне неудобно В некоторых местах Я промахиваюсь Потому что Я сам лоханулся Ну в других Потому что Управлять Не совсем удобно Видите Тут вообще Все пропустил Тут нету Почему-то Ящиков Сейчас даже На сапир Не натянул Тут видите Я вообще Ничего не собрал Потому что Мне управлять Неудобно Поэтому я постоянно Промахиваюсь Не Именно из управления Я лоханулся Если бы я играл В оригинал Я бы Ну не с первого раза Но со второго Я бы точно Все собрал А тут я чисто Промахиваюсь Потому что Тут в чем дело В том что В оригинале Как бы легко То же самое И в трилогии Крэша И в этих гонках Вот как Так ты хочешь управлять персонажем Так он управляется легко Хочешь налево Хочешь прыгать Хочешь крутиться Вот А тут легко Вот я хочу Машину налево А она вот Ну не идет Как-то Хочу вот направо Скольжение сделать Ну вот как тут не идет Как-то вот туго Немножко идет Понимаете Вот это вот Неудобно То есть я не могу Маневрировать Так как я хочу Не получается Не дается Этот вообще Хер из Скрышней троккар Вообще Противный Фу Ладно Видите Нам не показывают Сколько мы Жетонов собрали Наверху Надо вот так вот Всегда смотреть Это тоже на время То есть я Как бы Я делаю слайды Ну Скольжение Во время этих скольжений Я собираю ящики И плюс я еще делаю Турбо Вот так я в оригинале Играл Но тут из-за того Что мне управлять Неудобно Я не могу делать скольжение Так как я хочу В итоге я через ящики Промахиваюсь И турбо не смогу Не могу сделать Вот Вот в этом фигня Видите Я пропустил Вот сейчас хитро сделано Они ведь тут будут Ага Видите как Вот видите И вот Вот это вот Это из управления Это из управления В оригинале Я бы как сделал Я бы подпрыгнул Сделал слайд И во время этого слайда Я взорвал ящик Но из-за этого неудобного управления Я все пропустил Видите И ящик пропустил И слайд не сделал Вообще Нет В этих ремейках Управления вообще неудобны Лично Лично для меня Вот лично для меня Ладно Одна письма Пять Но это очень много Я могу даже ящики Не собирать И проехать За это время Видите Пропуск Через ящик Проехал Ну это легко Ааа Не за И все равно не запрыгнул Видите Тут черепахи тебе только мешают Потому что ты можешь через ящик перелететь Видите Не собрал Не собрал И тот ящик не собрал И этот не собрал Ладно Просто проедем Как получится Не будем Потому что я вот Не получается управлять И видите Тут пропустил И здесь пропустил Ну вот управление неудобное Тугое очень Очень Тугое Как будто тебя Что-то специально Вот Вес какой-то тебя Тянет В другую сторону Ну не знаю Как объяснить И я тут пропустил Че он кричит Коби Коби Типа как Коби Или баскетбол Брать Опять пропустил Ай Не за Ут Ну тут Я вообще Лоханулся Ой Блядь Вот опять пропустил Блядь Как же неудобно Управлять Ну просто Жопа Какая-то Тут я специально Следжение Остановил Чтоб ящик взять Потому что Я не вписал Собой Видите Эти штуки Тебя могут Тоже Зажарить Все из-за неудобного управления Пипец Я раз пять пропустил Там где я хотел собрать Ладно короче Фиг с ним Я сразу Я сразу Я еще Сразу говорил То что Из-за неудобного управления Я не смогу Все собрать Потому что Ну да Все таки Оригинал Он и оригинал Как бы Я уже привык Я с детства В него играл Вот Столько всего Тут в ремейке Какой-то они Движок что ли Другой сделали Который лично Вот мне неудобно Ну ладно Все собрать Не получится Как я уже раньше говорил Да Это самое Режим приключений Мы в принципе Прошли Все Осталось только Собрать все Вот эти призы Ну и все Тогда Че нам осталось Еще Игра вроде Автоматически Сохраняется Нам осталось Еще проверить Онлайн Они вроде Выпустили патч И исправили Там его И вот Еще вот Другие режимы Например Вот за кубок Мы еще Не гонялись Ну это я уже В следующем видео Сейчас я поем Отдохну Вот Так что вот Проверите онлайн Осталось И вот эти вот Режимы Вот тут тоже Они Где-то здесь Было Вот Вот они Еще Вот это Тоже я хочу Посмотреть Но это Уже потом Тогда Кстати А как мне Видите Да Сохранилось Два Жетона И два Этих Как мне Персонажа Поменять Ну вот Например Вот это Одна Гонка А как Персонажа Поменять А вот Видите Оксид В оригинале Он был сразу На воздушной Подушке Но тут Чтобы открыть Воздушную Подушку Нужно на 100% Режим Приключения Пройти То есть Нужно на каждой Трассе Все призы Собрать Но для меня Лично Оксид Не на воздушной Подушке Это не Оксид На обычной Машине Все остальные Персонажи А оксид Именно на воздушной Подушке Поэтому тут Факт То что Дополнительно Нужно Как бы Ебать себе Мозги Собирая все Как бы Как плевок В лицо Потому что Не знаю Я так люблю оксид Я так был рад Что он здесь Но я никак уж Не думал Что именно подушка Уж если оксид То оксид Почему они так разделили Подушку отдельно Открывать надо Тупость Блин Видите То есть Карт То есть Видите Мы можем Например Выбрать оксида Как такового Да Как таковой Оксид В принципе Есть Вот он Вот он Есть Но Чтоб на воздушной Подушке Он у нас был Вот Видите Сто процентов Надо Вот он Вот этот Вот уже Оригинальный Оксид Правда У него подушка Зеленого цвета Должна быть Сейчас она Какого цвета Такого Не такого уж Зеленого Как она была В оригинале Я Я вот Остальные Смотрю Тут Такого Зеленого Цвета Нету Кстати Как Было В оригинале Тут Какой-то Другой Цвет Ну вот Вот он Вот это Вот оксид Только Зеленого Цвета Но Вот это Вот На обычной Машине Это уже Не оксид Извините Меня Но Это Жопа Какая-то Блин А Вот Можно Цвет Менять Тогда Подождите Вот Вот Такой Цвет И Вот Такой Ну Нет Все Все равно Все равно Немножко Не похоже На оригинал Но Все равно Видите Цвета Есть Так что Можно В принципе Подогнать Его По цвету Подогнать Его Чуть Чуть Может Другие Цвета Какие-то Подойдут Вот Этот Цвет Больше Похоже На оригинал Вот Вот Этот Цвет Тоже Написано 100% Надо Смотрите Смотрите Как Они Сделали То есть Чтобы Открыть Фирменную Воздушную Подушку Нужно 100% Пройти Откроется И сама Воздушная Подушка И именно Цвет Ее Вот Ее Цвет Как Она Вот Понимаете То есть Видите Как Они Сделали Хитрожопа Ладно Давайте Может Заценим Какой Тут Оксид Потому Что Воздушная Подушка Его Характеристики Не Поменяет Она Только Поменяет Вид Его А Характеристики Это Останутся Поэтому Давайте Попробуем Обычную Или Давайте Кубок Попробуем Кубок Вот Где Есть Станция Оксида Лаборатория Джина Подождите А где Станция Оксида Ее В кубке В этом Нет Что Ли Ха Интересно Ну Это Это Уже Из Других Кубков Станции Оксида Нет В Кубке Ага Ну Ладно Тогда Давайте Повыберем Та 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 Трубы Ру Вот Этот Слайд Колизеем Я Вот Эту Трассу Не Люблю Колизей Колизей Вообще Говно Не Люблю Папу Пирамид Мистери Кейвс Тоже Не Люблю Это Вообще Говно Ну Давайте Вот Это Вот Попробуем Трубы Ру Поля Ру Эти Трассы Просто Они Длинные Вот Engine Лапс Она Коротенькая Давайте Вот Эту Попробуем Один Игрок Это Считается Я Один Буду А Это На Одной Консоли Если играть Тогда Уже Можно 2 3 4 Сложность Давайте Попробуем Hard Mirror Mode Выключим Я не знаю Вот Оксид Ну Видите Характеристики Не изменятся У него Хоть ты Воздушную Подушку Берешь Хоть ты Возьмешь Подушку На которой Ты спишь Даже Вот тут Если посмотреть Видите Тут нам Характеристики Не показываются Это Меняется Просто Внешний Вид Тимоксид Тимоксид Возьмем Пусть у нас будет не воздушная подушка Но у нас будет тимоксид Вот такая вот хрень Подождите Она что не сохранилась что ли Я же ее выбрал А Во Вот так надо было Дальше Колеса Тоже Тимоксид Это больше Просто похоже Этот цвет Больше похож на Оригинальный Оксидовский цвет Поэтому Так сделаем Ну что Посмотрим Получится На сложном уровне Или нет Потому что Ремейк Это ремейк В оригинале Я да Говорю На сложном уровне Я бы выиграл Выиграл легко Но в ремейке Я на самом деле Сомневаюсь Хотя бы На двух На трех трассах Ну хотя бы На двух трассах Из четырех Нужно занять первое место И на двух Второе В оригинале Было так что Если ты выиграешь Две трассы Если на третий И четвертый Ты хотя бы на втором месте Выиграешь То тогда уже Выиграешь кубок Но если ты займешь Третье место И ниже То ты уже кубок Не выиграешь Посмотрим Ой как его Унесло в сторону Мне у него Управление Не такое Как в оригинале В оригинале Он по-другому Управлялся Тут вообще Как-то не так Хотя прыгает он высоко Прыжок у него Был высокий Да У него Скорость должна быть хорошая А тут скорость У него не особая Хотя может быть Потому что Это на сложном уровне Может быть На сложном уровне Поэтому у него Скорость не очень Я не знаю Точнее Соперники быстрые Слишком Соперников Ну что У него Он не успел У него У него У него Он 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 Если бы я шорткат не использовал, я бы проиграл Да, мне кажется, что именно из-за сложного уровня соперники такие быстрые Но сам Максит, он тут как-то... Или это потому, что управление все-таки тут не такое Потому что в оригинале у него была и скорость хорошая И поворачивал он хорошо, удобно был И прыжок у него был очень высокий Можно было подпрыгнуть очень высоко А чем выше ты подпрыгнешь, тем лучше будет потом скорость Тут все-таки из-за того, что мне управлять неудобно Поэтому он сам управляется как-то не так Тут я вряд ли первое место займу Тут шорткатов нету Тут надо подпрыгнуть А тут не прыгается Вот тут сейчас прыгнулось, ага Это... не-не-не Тут даже дело не в управлении Сам по себе Аксид тут поворачивает плохо Видите, я даже врезался В оригинале у него управление было полегче Он получше управлялся Я зря отпустил шар Я зря нажал Ну все, теперь я не выиграю Мне надо было шар сохранять Тут рестарт нельзя сделать Потому что это кубок, да Все правильно И маску я оставлю Хотя, видите, тут я их как-то легко догоняю Хотя сложности... сложные Маску еще рано включать Вот тут уже можно Ну тут, видите За счет того, что была маска За счет этого я выиграл В первой трассе за счет того, что я шорткат использовал Я выиграл Ну вот Значит, две из четырех мы выиграли Теперь нам можно прийти на втором месте То есть сейчас Выигрывать все четыре необязательно Если на втором месте приду В этой и в следующий То выиграю Тут я очень смазался Потому что управление Задавит меня Не, не задавило Народный В этом месте Вы слухи Вы слухи Ты спормина Ай, почему он врезался? Я вообще ящики не собираю Я говорил занять второе место, да бля, я вообще на последнем месте сейчас приеду Ну блядь, вот неудобно как управлять, а? Не будем шорткатывать, если налево по грязи едешь Ну вот, смотрите Вот тут уж я, смотрите, как интересно На первых двух трассах я выиграл, потому что я что-то дополнительное использовал Шорткат, что-то тоже считается как дополнительное Вот, а тут я выиграл чисто сам по себе Вот, ну шорткат был это вот, если справа, с левой стороны, где финиш, там грязь Через нее перепыгнуть можно, если скорость набираешь Ну вот, все, теперь я могу прийти, например, на пятом, на шестом месте там, хрен знает, в жопе где-то И я все равно выиграю теперь, все Ну тут есть шорткат, где дырка, запрыгнуть на нее У меня вряд ли это получится, поэтому я, наверное, пытаться не буду Ну можно на первом кругу попробовать, на первом Ой, получилось Теперь главное сюда, вот Вот это на время, вот так нужно на время проходить Именно шорткат, и сразу направо спрыгиваешь Ну тут я из-за правления лоханулся Все, больше я рисковать не хочу Поедем так, как обычно Хотя... Ну видите, не хотел я и не надо было Теперь это говно можно выкинуть Получилось Первый раз у меня получилось так, как я в оригинале делал Первый раз в этом месте Фу, блин Ну это сложно, конечно Ну это правда Оксид самый быстрый, блять Самый крутой Даже не на воздушной подушке Все равно Ай, вот Не-не-не, не врежусь в славу Ну че, четыре места То есть первое место Ну че Получилось, блин Даже с этим неудобным управлением Я все равно смог Вот в этом месте, где две дырки Так же, как я в оригинале То есть в оригинале Когда ты заезжаешь на стену Ты с нее спрыгиваешь И потом получаешь ускорение Вот, вот тут у меня сейчас Получилось тоже И сейчас Оксид должен танцевать На подиуме Не, он не так танцует Не, в оригинале он По-другому делал И мне ни трофея не дали Никакого приза не дали За то, что я кубок выиграл Сейчас должна звездочка Появиться рядом с кубком Тут как на время Какую сложность проходишь Такая звездочка появляется То есть нужно было все кубки Пройти на всех уровне сложности В оригинале Вот смотрите Если выбираем кубок А тут, видите, нет такого Видите? То есть Четыре вот этих квадратика И когда ты проходишь на То есть именно я говорю Про этот режим аркада Да, именно в оригинале Выбираешь аркаду Выбираешь кубок Выбираешь уровень сложности Проходишь на легком уровне сложности Появляется белая звездочка Синяя звездочка Рядом с каждым кубком Вот где написано трасса Например, Тигр Темпл Трасса, она в таком квадратике Вот рядом с этим квадратиком Когда я выиграю этот кубок Появилась бы синяя звездочка Если бы я на легком прошел Дальше, когда я пройду на этом Появилась бы желтая А если я пройду на этом Появилась бы Ну, белая Платиновая И так ты знаешь Что ты все кубки На всех уровнях сложности прошел На всех уровнях сложности Но тут, видите, пофигу, короче И никакого приза не дали, ничего То есть Время Звездочки остаются Видите? Когда в гоняемоксиде Белая звездочка появляется А на кубках звездочек нету То есть Проходишь ты, не проходишь Пофигу Как бы Неа Видишь, даже никак не отмечено То, что я его прошел На харде Вообще То есть можно Видите, не париться Не проходить их Ну да Это, конечно, хреново Потому что я кубки тоже любил проходить За всех персонажей На всех уровнях сложности Ну, как бы я задрачил всю игру Я же уже объяснял Вот В оригинале Как было В оригинале камера От первого лица По трассе едет И тебе показывает трассу А тут они просто Один кадр сделали И анимирована Анимация идет Видите? А в оригинале По трассе Камера летит То есть Получается то, что Они звездочки Оставили Только Только на время Это был только Ну да Ну ладно, короче Долгое уже, наверное, видео получилось Поэтому Ну-ка, а если я вот это возьму Это из режима приключения Тут можно, видите Ужные сложности менять даже Ну вот В режиме приключения Они у нас закрыты Вот этот турботрек Одна из моих любимых трасс Я, наверное, потом ее Попробую А вот это я, наоборот, не люблю Она очень медленная Очень скучная В оригинале была Очень фу А это, наоборот, очень быстрая Очень много ускорителей Турботрек Очень классная трасса То есть, видите Они похожи друг на друга Как бы гоночные В гоночном таком стиле Но вот это говно А вот это, наоборот, офигенная трасса Вот Ну-ка, а вот это Ну это как мы в режиме приключений Их должны проходить Так и здесь Они, видите, все у нас открыты Ну что, остается только онлайн заценить И остальные тоже режимы Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok